В Java 8, помимо функциональных интерфейсов, был сделан еще один большой шаг в сторону функционального программирования. В стандартной библиотеке появилась такая новая сущность, как стрим. На русский язык слово стрим переводится как поток, но я не буду использовать этот русский перевод, потому что под словом поток и так уже понимается слишком много вещей, такие как поток ввода-вывода или поток выполнения в контексте многопоточной программы. Стрим — это последовательность элементов, потенциально бесконечная, с возможностью применять к ней простые или сложные многоэтапные преобразования. Причем, если обычно мы такие преобразования привыкли записывать при помощи циклов и условных операторов, то стрим позволяет это делать без единого цикла и условного оператора. То есть программа будет иметь простую линейную структуру. Звучит как фантастика? Ну что ж, давайте разбираться. Итак, стрим — это дженерик интерфейс в пакете java.util.stream, параметризованный типом элементов, из которых он состоит. Рядом с ним лежат hint.stream, long.stream и double.stream. его братья-близнецы, предназначенные для соответствующих примитивных типов. Если стрим представляет собой последовательность элементов, то чем он отличается, например, от итератора? Итератор — это очень простой объект, который умеет только выдавать элементы по одному, и в свое время мы с ним разобрались за пару минут. А стрим гораздо более сложный и навороченный. У стрима огромное количество методов, собрать которые на одном слайде невозможно. Он представляет не просто средство обхода элементов, а средство описания алгоритма обработки и преобразования последовательности элементов. Субтитры создавал DimaTorzok